приветствую вас на нашем канале посвященному ремонт квартир своими руками в данном видеоролике покажу и расскажу как расшить кафель затереть его в данном случае у нас затирка церезит это самая я думаю так по цене и качеству средняя затирка есть дешевле есть дороже но это в принципе подходит почти для любых помещений церезит есть подороже они продаются в банках там более мелкая такая фракция то есть она применяет там еще и с добавками со всякими но принципе она конечно получше но если вы решили немножко сэкономить можно пользоваться и так мы ее замешиваем замешиваем вот желательно в ведре вот в таком оно должно быть состояние сперва наливается вода потом высыпается вот этот порошок затирочный и размешивается вот кстати удобный очень шпатель им удобно и замешивать и расшивать раньше я вообще железными расшивал обычными шпательками гибкими вот сейчас появились вот уже такие то есть ими хорошо не то что этой резиновой ропаткой которая бы не размешивать неудобно так дальше перед тем как мы начинаем расшивать нужно все отмыть весь кафель отмыть прочистить все швы швы прочистят прочищаются от клея прочищаются вот так вот ножом если где-то есть это клей это нужно сделать обязательно если особенно светлая расшивка так как потом это будет проявиться вот где клей старый ну как клей высохший он потом допустим если расшивка светлая он будет где-то прям там чернеть я думаю это встречались видели это все так сейчас покажу как нужно расшивать и какие есть нюансы поставлю фотоаппарат так итак смотрите начинаем расшивать то есть вот берем сшивку и начинаем ну я вообще сверху начинаю расшивать и вот так вот заполняем полностью шов по всей то есть когда вы занимаетесь постоянно это конечно у вас быстро очень получается у меня уходит на стандартную туалет ванну вот маленькую метр пятьдесят метр семьдесят уходит всего где-то ну один день грубо говоря на расшивку рабочий день сейчас сразу покажу также как на углу расшивается плинка мы ее сперва заполняем шок заполняется так все расширим потом ждем примерно ну мы не ждем а вот допустим вы стенку взяли квадрата полтора вот так вот сделали если нормальная влажность если очень сухо тогда это конечно нужно ну затирать буквально то есть замывать где-то там максимум минут через пять потому что бывают очень сухие помещения когда очень быстро впитывается расшивка если еще расшивка какая-то там типа литокола или ну то есть схватывание очень сильное не дай бог вы время прошло и она начинает уже схватываться сильно вы просто потом не успеете ее нормально затереть останутся могут остаться борозды или то есть она вот схватываться она становится как камень потом ее просто не знаю хоть шкребить ее ножиком там не знаю хоть чем это капец потом уже ничего не сделаете можно сказать что ну бывают такие случаи что девочники не знают этого оставят там с днем нанесли оставили до завтрашнего утра утром пришли и все можно сказать можно кафель заново снимать и переделывать так замываем обязательно губкой потому что всякими тряпками если вы начнете протирать у вас останутся вот всякие внутри борозды это потом будет видно когда высохнет расшивка когда губкой у нее поверхность такая ну вот вы когда замываете наверное видно я думаю что все чистенько кстати вот что я и говорил тут клей маленько остался наверное видно подсохнет меньше будет видно но если где-то останется потом подсохнет можно маленько сошкребануть чуть-чуть и еще раз чуть-чуть подмазать в этом месте все так вот губкой проходим все вот у нас видите весь шов ровненький нету никаких там вкрапин ничего теперь на углу я еще вот так вот пальцем прохожу когда пальцы быстро стираются так вот наношу ну две ванны так если пальцем пройти углы больше уже не пройдешь потому что кожа слезает маленько и уже больно потом пока не восстановится я думаю девочки где-то все знают уже к этому многие привыкают кто-то там саморезом шляпкой вот так вот потом протирают все вот у вас шовчик ровненький маленько как бы закруглён ну и сейчас по идее нужно подождать тоже минут пять чтобы он подсох маленько чтобы лишняя губкой не смыть ну я уже в принципе умею это все ну и еще какие нюансы в принципе все основное объяснил какие еще нюансы когда вот у вас плитка расшивка начинает высыхать и ну допустим первый день нанесли и вот у вас осталось вот так вот когда вы второй день будете наносить у вас уже вот в этом месте может быть как бы небольшой нахлёст быть то есть она ровно уже не замоется поэтому жарательно делать если вы уже пронируете допустим за день не успеть то все-таки старайтесь одну стену полностью нанести до углов на следующий день допустим в другую стенку чтобы ну вот так вот не получилось то есть когда вы полностью наносите все замываете тогда уже как бы все нормально стенку сделали на следующий день можно следующую стенку сделать что сделать сразу так ну в принципе все заходите на мой сайт елгоремонт.ну там много полезной информации также смотрите мое видео спасибо